Президент страны Владимир Пуцин сообщил, что на развитие сельских территорий в 2021 году дополнительно выделят 6 миллиардов рублей. Средства пойдут на благоустройство, создание новых инфраструктурных объектов и сельскую ипотеку. В деревне Таутово Аликовского района по программе инициативного бюджетирования строят хоккейную коробку. А в малых отменях Красно-Читайского решают проблему с водоснабжением. Сегодня с жителями этих деревень встретился министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Вот на этом поле мальчишки деревни Таутово зимой будут гонять в хоккей. Жители решили, что хоккейная коробка им необходима и решили построить ее по программе инициативного бюджетирования. Идет планировка и вырубка деревьев, планировка площадей и монтаж самой хоккейной коробки. Люди в основном у нас и на стройках работают, хорошо работают. И вот они решили, вместо того, чтобы собирать деньги и платить подрядной организации, решили, что они будут монтаж в хоккейной коробке, и подготовка площадки и демонтаж производить сами. Пока работы не ведутся, поскольку все в основном сажают картошку, пока сейчас весенняя работа не закончится и все соберемся и остальные работы сделаем. Конечно, проблем много. Так жители волнуются, что скоро щебеночное покрытие дороги смоют дождями, а контейнеры для сбора мусора стоят вне площадки. Необходимо решить вопрос и с водоснабжением. Если мы хотим централизованную, серьезную систему водоснабжения сделать, то есть артезианские скважины, башни, и по каждой улице, чтобы проходили водопроводы, как газ, а вы просто подключаетесь, это одна история. Для этого нам нужно запроектировать эти, пройти экспертизу, для этого нужен год. Если вы заявитесь этим проектом, если депутаты райсобрания ваши решат, что это приоритетный проект, точно воды нету, мы готовы поддержать, начнем проектировать. В течение года экспертизу получим, потом получите деньги. Но надо понимать, тогда вода становится уже платной. Везде будут счетчики, будет установлен тариф, будет обслуживающая организация, и за воду надо платить. Если вы созрели до этого, мы готовы поддержать. Второй момент. Если вы хотите решить по-другому, самый быстрый способ – это программа инициативного бюджетирования. Если объект, например, у вас стоит миллион, республика дает 80% затрат, 10% может район поселения добавить, фермеры, сами народ собирают, 5-10%. И по этой программе можно не только воду построить, и дороги, ремонт грунтовых дорог. Деревня Ямаша Красночитайского района уже давно закрыт фельдшерский-акушерский пункт. Есть, конечно, в соседней деревне, но ходить туда далековато. Дорогу уже строят, а вот пруд ждет очистки. Сергей Артамонов после беседы с местными жителями отметил, как только будет готова проектная документация, постараются ускорить строительство ФАПа, чтобы уже в 2022 году медучреждение открылось. Да, для развития сел и деревень в этом году в бюджете Чувашской республики предусмотрено 4,9 миллиарда рублей. И в этом году, если в 2020 году мы реализовали более 3000 проектов, в этом году количество проектов чуть меньше, да, год не юбилейный, но в то же время программ объектов инфраструктурных разных очень много, и в каждой деревне очень много проблем. Если решается одна проблема, сразу возникает другая. То есть везде расставлены приоритеты, и, конечно, мы с учетом этого, мы постоянно про это говорим, о создании паспорта муниципалитета, да, и обязательно, чтобы деревни развивались, села развивались, мы поэтапно все эти проблемы должны решить. Если мы говорим о создании комфортных жизненных условий для проживания на селе. Сейчас решается вопрос о водоснабжении и деревне Малой и Отмене Красночитайского района. О проблеме мы рассказывали еще зимой. Колодцы опустили, а жители брали воду из ближайшего труда. Сергей Артамонов отметил, что поселение может готовить документы по программе инициативного бюджетирования, и начинание жителей будет поддержано. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика.